Приветствую всех жителей и гостей канала Hard City, у микрофона снова Андрей и мы с вами продолжаем проходить игру Fallout 4 на максимальном уровне сложности в режиме выживания. Мы с вами находимся возле полицейского участка и уже отсюда будем начинать свой путь в поисках пропавшего патруля, этого самого братства стали. Это то задание, которое нам выдал паладин-данс и которое нам с вами необходимо выполнить. Дорога здесь для нас совершенно новая, здесь мы еще не ходили, ничего не видели, ничего особо не знаем, поэтому действовать нужно осторожно, постоянно в ватсе проверять наличие противников, проклацывать. Как только ватс кого-нибудь находит, мы сразу садимся на корточки и соответственно ведем себя как маньяки-убийцы. Патруль этот находится достаточно далеко от нас, путь не сказать что бы далекий, но и не ближний. Расстояние среднее и примерно среднее опасное, потому что гули, супер мутанты, всякая нечисть попасться здесь может. Вести себя нужно осторожно. По-прежнему недалеко слышатся выстрелы от перестрелки робота в механиста. А, вот собственно мы совсем рядом, но нам туда не надо, вы только гляньте какой пиздец там творится. Зашибут и не заметят. С механистами холодное оружие и любое оружие ближнего боя оно не работает. Вот уже какого-то гнуса мы нашли. Сейчас мы этого гнуса Попытаемся зафармить. Детеныш. Это всего лишь полдетеныш. Рад таракан здесь еще. И еще один гнус. До которого я не достаю. А вот теперь достаю. Гнуса убиваем. А где здесь был рад таракан? А вот он. Маленький. Жук. Навозник. Мост. Интересно, это тот, который заминирован или нет? Да, тот. Вот уже мины виднеются. А то здесь, собственно, два моста рядом. И я их всегда путал. Это все стараемся обезвреживать. И надеемся на то, что Журналистка не решит каким-нибудь Магическим образом Напороться на растяжку И подорвать нас на этом мосту На котором целая куча всего взрыва опасного. И масло, и мины, и растяжки, и чего здесь только нет. Впереди опять гнусы. Олег, кстати, кажется, не там перешел. Хотя нет. В принципе, отсюда мы и дойдем. Так, на всякий случай я сразу Сделаю так, чтобы В будущем мы здесь точно не убились. Ёб твою мать. Пойдемте отсюда, нахер. Я что-то глупость какую-то сделал. Этот баллон газовый, который пролетал мимо нас, Мог запросто нас убить. Поэтому, если решите делать то же самое, Будьте осторожны. Или, по крайней мере, убедитесь, Что вы облачены в броню, А не, как я, в халат. О, это уже гнус обычный, не детеныш. Но умирает также с одного удара. Смотрите, а там домики прямо как сэнкчуари. Только там уже живут. Местный такой, маленький сычуарий. Здесь есть место, где можно сохраниться. Если только мы сможем зачистить это место И остаться при этом в живых. Потому что место достаточно мерзкое. Здесь вот этих вот гнусов И всякой нечисти. И шмякишит просто. И мины еще имеются. Чего здесь только нет. Попробуем этого гнуса. Блядь, они огромные просто. Корову доедают. Ну, на последнем криты не работали. Но, тем не менее, мы с ним справились. Это не может не радовать. Забираемся в эту хату. Вон оно. Летает. Один удар и гнуса нет. Поднимаемся на второй этаж. Похоже, мы только что разминулись с теми, кто тут был. Да, мы, собственно, добиваем тех, кто здесь сидит под потолками. Блядь, на него что-то ватс вообще не хочет наводиться. Ну, вернее, ватс-то наводится. Во. Пока он на этой балке сидел. Нельзя было даже атаковать. Что? Где? Гнус, красная вдова. Попробуем. Так сказать, удовлетворить вдовушку. Дядь, это что было? Как-то вообще... Что-то тут Говард решил подвергеть под потолок. Чуть сами гнусом не стали. Уже даже летать научились. Записка Маргарет. Давайте прочтем. Что там с записка? Не длинная это, наверное. Правильно. Записка Маргарет. Мама. Рассела уже больше суток. Нет, я начинаю волноваться. Мы не хотели пока тебе это говорить, но мы нашли в навесе для лодок старую довоенную белографическую запись. Судя по всему, в сточной трубе в конце канала кто-то спрятал химикаты. Рассел решил, что можно продать их торговцам. А на вырученной крышке купить еще одного бромина. Прости, что не рассказали тебе. Хотели сделать сюрприз. Но мы уже второй раз за сегодня видели тех насекомых. Мне кажется, что-то случилось. Я отправлюсь на его поиски. Не волнуйся, я только посмотрю и сразу вернусь к Марже. Отлично, Марже. Молодец. Ну, она, походу, даже не смогла никуда отправиться, ни на какие поиски, потому что она осталась лежать в доме. Ее гнусы доедали. Гарри. Так. О, Пайпер вас боготворит. Неужели это принимаем? Импульсная граната. Патроны такие себе. Ну, в принципе, в принципе, наверное, на этом все. Больше ничего подбирать не будем. Так, Пайпер, ты хочешь со мной поговорить? Давай я только сначала сохранюсь. Блядь, я хотел гнуса убрать. Ну, ладно. Поспим вместе с гнусом. Да, у меня есть минутка. Давай пообщаемся. Говори. Ну, что, у тебя нашлась для меня минутка? Да, конечно. Сарказм. Для тебя, Пайпер? Две минуты. Да, пусть даже две с половиной. О, круто. Странно, но круто. Я все обдумывал твои слова насчет над снова и снова. Думаю, я последую твоему совету. Это разумный совет, если что. Давал его без сарказма. Я не собираюсь решать жизнь над за нее. Она сама разберется, кем она хочет стать. Просто иногда мне кажется, что у меня в жизни есть только над и газета. Для меня очень важно иметь друга, на которого можно положиться, такого как ты. Никто не хочет дружить с въедливыми журналистами. Сарказм? Маленькая девочка и печатный пресс. Похоже, ты выплатила свою мечту в жизни. Да, это на все сто. Ну, то есть я же создала газету для того, чтобы завести друзей. Я просто хотела исправить то, что казалось меня неправильным. А когда мы с над только приехали в Даймонд Сити, неправильного там было очень много. Продажная охрана, отвратительная инфраструктура, ха. Помню, во внешней стене была дыра, которую просто заставили шкафом. Одним шкафом. И все. Газету я создала большее из отчаяния, но оказалось, что о переменах мечтаю не только я. После первой пары выпусков со мной, конечно, не все согласились, но зато все хотя бы прислушались. Шкаф. Серьезно? Шкаф? Даже скотчем не заклеили? Нет. Но сейчас-то эту дыру не найти. Кирпич, цемент, все дела. И все это из-за моей газеты. Ну, сама себя не похванишь, никто не похвалит. Когда вышел первый номер, мне оказалось, что я наконец-то сделала что-то важное, но потом... Потом все изменилось. Люди начали говорить со мной совсем по-другому, словно я за одну ночь превратилась из Пайпер верной подруги в Пайпер назойливую проныру. Ну, собственно, так и произошло вообще-то. С тех пор многие стали вести себя со мной не так, как раньше. Мне начало оказаться, что я могу рассчитывать только на одного человека. Мою младшую сестренку. Не могу их в этом винить. Я не могу их в этом винить. Ты кормишься тем, что раскрываешь чужие спиды. Я надеялась, что они поймут, что все, что я делаю, ради общего блага. Некоторые из них это понимают, но я все равно ждала от жизни большего, пока не познакомилась с тобой. Ты не боишься меня, как все эти люди. Я была уверена, что газета лучшее, что случалось со мной, но теперь, когда мы стоим тут вместе, я даже не знаю. Комбез, я так давно мечтал о таком человеке, как ты. Не думала, что мечты могут исполниться. Так что спасибо тебе за то, что ты мой друг, за то, что я могу на тебя рассчитывать. Ну, давайте, давайте. Оно говорит красным, то есть шанс на то, что флирт будет удачным, равняется примерно 0,1%. Ну, почему бы и нет, мы всегда это делали, поэтому мы сделаем это и в этот раз. Похоже, ты думаешь о том, что было бы, если бы мы стали не просто друзьями. Я им... я комбез, я просто не знаю, есть ли сейчас в моей жизни место для романтики. Может, вот прямо сейчас мы останемся просто друзьями, а дальше посмотрим, как пойдет. Ну что, может, пойдем? Вы достигли наивысшего уровня отношений с Пайпер и приобрели способность волшебный язык. Мы... у нас даже отношений как таковых не было. Я не знаю, откуда у нас способность, которая называется волшебный язык. Мы вроде бы даже... не спали с Пайпер, но ладно, не будем об этом. Не важно, как это называется. Важно, что это делает. Так, где это? Не понял. Как она называлась еще? А, волшебный. Благодаря отношениям с Пайпер вы получаете удвоенный опыт за успешные диалоги и посещение новых мест. То есть, за открытие новых локаций мы получаем двойной бонус по опыту. Сразу тоже сохранимся, почему бы и нет. И отправимся уже дальше. Ну, должен сказать, что теперь мы с Пайпер дальше уже ходить вместе не будем. Спутника мы себе заменим. Когда это точно будет сказать трудно? Скорее всего, после того, как мы закончим задание с патрулем. А я, честно говоря, даже не уверен, что мы сможем это задание пройти за одну серию. Потому что задание весьма сложное. Достаточно много противников нам на пути будет встречаться. С которыми еще нужно попробовать встретиться и разобраться. Блять, гнусы на нас летят Блять Мерзлость нас атакует Мне кажется, мы здесь умрем Мы умрем здесь Мы здесь умрем от этих насеком Почему не попадаешь? Лично он нам голову просто откусил Этот маленький-маленький такой комарик А смог нам откусить целую голову Ничего страшного бывает комары это вообще самое страшное просто что есть фоллауте не когти смерти не псы ничего самое страшное это комары и стрекоза на короче насекомые любые потому что насекомые они маленькие по ним еще попробуй попади опасность пытаемся спрятаться стреляем отсюда они опять нас увидели они опять нас будут убивать не знаю как нам справиться вообще там что взорвалось они будут залетать мы будем их на лестнице резать просто ну давайте идите на лестницу не хотите потеряли изведу где вы так не честно он над водой летает ладно давайте попробуем в спину убить хорошо детстве где-то тут они же были улетели а вон он его практически даже и не видно да и попасть по нему блять да что такое блять хоррор какой-то одни скримеры как жить так а и опять скримеры кто не знал блять пола 4 это хоррор на самом деле дайте сюда гранату все обоих хорошо и этот гнус спрятался иди сюда все я не боюсь ты один остался ты умираешь гнус говорю ты умираешь ты должен ты обязан блять умереть не вздумай выжить еще успел ужалить даже гнусяра но это было реально сложно блять это наверное был самый сложный бой блять за все серии которые у нас только были сложнее я что даже припомнить не могу жесть конечно просто жесть надо было конечно еще сохранится потому что если мы сейчас где-то умрем ну блять опять с этими комарами я сгорю просто впереди у нас супер мутант камикадзе куда ему стрелять думаю каждый из вас сам понимает а попасть можно журналистка попала как сойдет и так сойдет супер мутант разведчик разведал собственную смерть где где супер мутант а вы вообще сзади привет а ты спишь тут отдыхаешь мешать не будем тебе отдыхай так сколько мы тут за новую локацию получим 69 ну в принципе неплохо в целом то просто за открытие локации это нормально неплохо чего у нас тут синты какие-то что-то охраняют что-то ходят патрулируют сейчас левого сразу выносим легендарный синт следопыт вот так вот и умирают легенды что там подкрепляющая мерить не это это хер это ни о чем вообще броня для легендарной они чё тут сперматантов что ли убивали и рейдеров а синты оказывается могут приносить пользу если их стравить с кем-нибудь кто тоже является нашим врагом так развед патруль пропавший где же ты есть что-то проголодался тот говард но ну и понятно все таки такое количество веса надо поддерживать найти источник сигнала помощи сейчас сейчас найдем сейчас все будет вот здесь гуль которого нужно умертвить немножечко раз и все а тут еще были которые хотят отдохнуть они уже устали мучиться разве это жизнь это мучение существование просто водят вообще не понимая чего им надо практически как любой человек на работе журналистка фольгу открыла или кто почему опасность почему опасность и дикий гуль легендарный дикиму и пожирать и они все на меня откуда они взялись вообще в таких количествах они должны были быть там они на улице легендарный почти по центру бежит блин вот сейчас бы граната кстати вообще вой войти вы чего ребят не надо что же вы гули то делаете что же вы гули то делаете рой ну не надо блять не хотят отставать почему-то нужно срочно где-то спрятаться блять не хочет кого-то пайпер стимулятор не хотел на ходу так пробежать и в кого-то стимулятор ну ладно попробуем с пистолетом разобраться и есть не надо только без глупости були давайте начнем отстрел ног по машине стрелять не надо тут потому что если машина взорвется мы умираем сразу из вариантов 5 как ты это сделал скотина легендарный дикий пуль мутировал что нам с этим делать сожрать мутофрукты наливных яблок и по ногам ему похерячить мы конечно справились с ножом просто они как-то сразу нас выпалили в итоге вариантов ой савант на легендарного еще плюс 500 опыта просто просто вкуснотища прокачиваем еще одну высшую холодное оружие на 80 процентов больше урон позволяет одновременно атаковать всех врагов перед вами отлично по-моему просто замечательно классно счетом уменьшение урона от супермутантов да кому это вообще может пригодиться непонятно где-то бы сохранится вот может быть здесь где то есть матрас потому что ну саван сработал все таки при том на легендарном нужно найти матрас в матрас отлично вообще просто ну идеально реально идеально сейчас поспим еще до вечера ну вечер наступила значит можно обратно выходить на наше задание интеллект 19 все в порядке нам нужно настроиться на радиоволну чтобы определить где находится маяк бедствия слушаем звук если усиливается соответственно мощность увеличивается и мы все ближе и ближе там мешает ну вот собственно это место сейв не интересно все равно средний не откроем закат плазмы 4 ядерных блок давай сюда так что тут целая куча трупов членов просто стали аварийный пульсатор забираем 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 что тут у нас есть голос запись и жетон послушаем голос запись с поля боя вот она засаду на дороге врагов пять раз больше чем нас вархем доложи обстановку заряд ядра пять процентов придется уничтожить броню нельзя допустить чтобы они вархем черт эстин запускай программу самоуничтожения фарис отходи отправимся на старую военную базу оттуда попробуем добраться до нашего бункера этот код будет нашим позывным ладно двигаемся вперед 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 ну давайте теперь нам нужно отправиться на тренировочную базу пройти по следу отряда который погиб соберем их и жетончики аварийные пульсаторы тоже соберем кстати чё у нас по весу вообще 70 из 145 лет ну половина еще место есть так вот это тренировочная или военная база тренировочная площадка нацгвардии так на пистолете патроны еще немножечко есть надо вынести турели тихонечко и все пайпер ты уже могла бы начать отстрел гулей желательно да как мы тут все не погибли смертью храбрых так кули отдыхают все как любит пайпер настоящее мессиво вообще такая жестокая и злая или просто пытается казаться такой а там разве не должен быть пулемет еще один нет турель ну 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 запрыгнуть то можно по-любому и чё нет там я не поверил бы вон хорошо где еще гули в автобусе спит вернее спал не знаю зачем я забрал патроны к дробовику но у нас все-таки есть еще место в инвентаре поэтому можем подобрать потом если чего выкинем либо продадим теперь заходим внутрь вербовочный центр нацгвардии ну пойдемте здесь уже поменяем оружие на клинок пикмана у нас здесь в большинстве спящие гули это как люди заведут к кому-то другим блядь почему-то которые нас уже спалили 55 раз блядь ой баскетболист промахнулся вы видели как он полетел вообще забавно пайпер да я пойду или или ладно если хочешь хорошо чего у нас тут рыцарь эсти девочка жетон и голозапись рыцаря эсти и аварийный пульса так голозапись рыцаря эсти рыцарь таро эстин разведка братства стали отряд 429 альфа серийный номер 3431 с тех пор как я установил аварийный передатчик прошло три часа от паладина и фариса пока никаких вестей их цель спутниковая антенна на побережье возможно они слишком заняты мне приказано любой ценой удерживать эту позицию весь сектор занят противником скоро враг снесет дверь паладин брэндис для меня была честью служить вместе с вами сэр мы тем временем сохранимся поднимемся наверх посмотрим что здесь вообще можно найти если хорошо поискать пароль офицера национальных блоков пригодится а что то еще есть что нибудь интересное что нибудь хорошее пароль это конечно хорошо но хотелось бы что то более полезное антирадин собачатина спальные мешоки внизу есть во покушать попить вот это вот интересно стимулятор антирадин вода отлично можно что то покушать приготовить что у нас тут есть подбивные собачатина вкуснятина она там что то пытается залутать видимо шанг кстати хочешь уши давайте ей ушанку дадим блин подарим на слышь вернись щати ушанку дам для тебя слишком нет подожди ты подберешь эту ушат я хочу чтоб ты надела ее и ее наденешь да да эй эй что у тебя там вот смотрите все нормально по моему ей даже идет прикольно терминал взламываем дверь открываем здесь сохранимся еще раз на всякий случай вы плохо себя чувствуете паразиты глистов где-то блин подхватили заползли походу пока мы спали поэтому спите аккуратно на таких матрасах на заброшенных тренировочных площадках нацгвардии потому что глистов там немерено так у нас там до клинок пикмана все нормально два бродяги у которых головы отлетают просто когда они видят пайпер в ушанке ну и голову просто сносит заходим в казармы продвигаемся по казармам дикий гуль пожиратель помер бродяга убит еще один бродяга тоже убит этот бродяга вообще спал не понял даже что произошло что случилось и почему все произошло именно так а не иначе так где там проход то дальше а тут чё это где они проснулись а внизу вообще ну надо его посыпи блин я походу вылез не с той стороны вообще я провалился в дырку и теперь все плохо легендарный дикий гуль пожиратель уменьшение урона от животных тоже бред полнейший вас труднее обнаружить в режиме скриптного перемещения отлично еще один гуль ну это вообще просто дикий самый обычный так давайте сюда на второй этаж поднимемся здрасьте к тому же зеленый светящийся выполз гули 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 кормить мы вас не будем хлеба нет еще один легендарный дикий пожиратель так чё тут бунтарский последний патрон в магазине наносит удвоенный урон ну и бред ну и бред конечно нам нужно немножечко другие свойства легендарным брони кстати да не оружие оружие легендарное нам не нужно у нас с оружием все в порядке еще один выполз бродяжка так ну по идее мы тут все как бы зачистили журнал тоже подобрали значит можно сохраниться и отправиться дальше лутать здесь по идее больше нечего так теперь мы в клетке можно нас выпустить пожалуйста управление дверью открыть дверь хорошо вот вот тот кто нас с улицы высматривал когда мы ползли по коридору водичка у нас кстати еще имеется или нет классно отлично он мне показалось что там ящик к сожалению был не ящик нам нужно зайти еще раз обратно и снова сохраниться все необходимое мы сделали а значит можем идти дальше за следующей голозаписью не понял а чё это а чё ты работаешь а чё он работает реально почему он не сломан я не понимаю я не знаю или я раньше внимания не обращал что он работает но как-то действительно странно сигнал без бедствия очередной который собственно нам должен помогать находить эти пульсаторы здесь кстати очень трудно потому что здесь очень много освещенной местности а у нас темнота наш друг а не свет главное чтобы сейчас еще камикадзе не приблиг не прибежал взять он там уже они нас походу сейчас в этой коробочке и закроют все успокоились добиваем гончую и добиваем эту гончую нож в сраку и немножечко отойдем надо бы как-то разобраться с камикадзе с ножом на камикадзе лучше не прыгать я думаю сами понимаете это просто самоубийство мясник вестия где камикадзе нам нужно найти камикадзе чтобы он нас не взорвал вот он камикадзе какой руки у него влево или вправо а ну-ка он влево что-нибудь несет а блин оно вообще не показывается в какой руки у него есть что-нибудь вот теперь есть вправо там кстати легендарный что выжил что-то гляньте-ка да от ядерного взрыва выжил жестоко хотя ему видимо ножки победились что-то еле ходит айпер там в ушанке выстреливает катается я и забыл вообще про ракетчиков который сверху на башне сидит вернее на спутниковой тарелке то он сидит что у него там ракеты закончились надеюсь так это кто бежит обычный супермутант ну это вообще это дружище ты ошибку совершил самую большую своей жизни супермутанта блин как бы это все обойти так чтобы не умереть здесь слишком светло нас вообще обнаружить очень просто даже несмотря на наш высокий уровень скрытности вот об этом я и говорил в общем я решил поступить немножечко иначе скрытность здесь работает крайне плохо из-за того что здесь слишком светло горят костры и незаметно пробраться у нас не получится поэтому нет никакого смысла в том чтобы зачищать локацию это сделать все равно не получится с такой скрытностью поэтому мы просто зайдем быстренько попытаемся забрать все что от нас требуется сколько там еще кстати интересно стелс бой будет действовать стелс поле сколько действует не написано это но по идее скоро закончится уже ну ладно надо попробовать хотя бы этого убить отлично просто чтобы он нам не мешал заходим забираем все записи пульсатор ядерные мини заряды нам не нужны стимуляторы используем еще один стелс бой просто уходим отсюда все больше нам здесь делать нечего все проще простого сейчас выберемся отсюда и я включу голозапись скриптора послушаем что он нам поведает журналистку я кстати специально оставил позади чтобы она нам не мешала а она то уж это дело очень любит отлично мы уже ушли поэтому включаем голозапись скриптора фариса или фарис говорит фарис паладин ушел два часа назад моя нога я не могу остановить кровотечение наверное пуля задела артерию брендис если ты это слышишь надеюсь ты успел вернуться к эстин мне бы ты уже ничем не помог нет ничего ты можешь сделать от меня что я могу сделать хорошо код разведбункера мы получили из этой голозаписи и поэтому отправляемся к этому самому разведбункеру все таки я так подумал нет ну пусть будет серия немножко растянута чуть-чуть большая да но мы по крайней мере уже в этой серии разберемся с этим заданием болотника убиваем вон как его распидорасила и просто спокойненько по дороге продвигаемся вперед чертовых роботов конечно я бы хотел обойти потому что они имеют блять еще и легендарный хочется убить хочется убить блять придется убивать не знаю хочу просто очень хочется поэтому придется его убить ну в этот раз повезло кстати он ну взорвался не так как штурматроны или подобное блять все таки взорвался а я думал уже не взорвется ну ладно так теперь по итогу нужен стимулятор и антирогин и и немножечко подкушать так отсюда мы в общем заберем просто все и наденем это все а ну да ты же не захочешь по-любому надеть это все ладно заставим тебя обыскать эй блять ты какой нах нет не использовать ну что бля мискликнул в итоге ядерный блок еще вставил нет все это мы забираем пошли я я заставлю тебя это надеть выходи да кстати был нет нет еще не значит так бери это все и теперь надевай все нормально теперь двигаемся дальше и с роботами очень осторожно в этот раз ну это реально повезло это дуэльная броня это херь явно это уж точно в общем то я хотел сказать что в этот раз нам повезло но лучше с роботами вот так вот не делать потому что можно запросто умереть все роботы любят взрываться и это повезло что штурма блять штурма как его мистер храбрец вот что этот мистер храбрец взорвался через время а не сразу потому что вот например большинство штурма тронов взрывается сразу там ну не то чтобы прям сразу просто если напасть убить с одного удара что тут происходит одичавшая дворняга одичала уже в край мы ее забили ножом так что тут есть даже блиц еще не доступен он на следующем уровне будет ниндзя вообще на 33 это не скоро ну ладно тогда дальше вкидываемся в силу а че еще остается то не знаю хочу попробовать когтя смерти убить с ножа поэтому сейчас попробую ну я надеюсь что получится ну че как думаете когтя смерти с ножа получится не получится я думаю получится нормально по моему неплохо принимайте работу мертвый когтя смерти как вам такое меня устраивает но конечно я был бы рад если бы мы его убили с одного удара это короче открываем терминалом управление дверью открыть дверь замок те активирован открытие дверей дед дед опусти ствол дед я тебе говорю пушку убери дед я прыгну блять я могу запросто он конечно тоже меня с одного выстрела убьет блять да какой нахуй залезть ему в карман стоять еще шаг и я я башку тебе нахрен снесу кто ты кто тебя послал как тебе удалось сюда проникнуть братство не подожди давайте спросим брендис ты брендис что а ты кто откуда ты знаешь как меня зовут брендис ты паладин брендис я тебе вопрос задал зачем ты здесь зачем ты здесь можно еще раз спросить брендис блин блин ну тогда его придется убивать и скорее всего даже не то что убивать мы его наверное не сможем убить просто он нас продыряют давайте скажем сигналы о помощи мне удалось найти аварийные маячки твоего отряда их графические записи привели меня сюда отряд что что с ними случилось а сейчас а сейчас бы мы опять спросили брендис отдать жетоны они погибли паладин вот их жетон спасибо это очень много для меня значит я пытался за ними вернуться но я ничего не мог сделать я был один но я надеялся тебе пришлось через многое пройти чтобы отыскать меня надо бы надо тебе что-то нибудь дать за эти годы я много чего собрал технологии всякое всячное если что понравится бери просто забирай вернись в братство паладин братство нуждается в тебе паладин тебе пора явиться на базу я не могу слишком много времени прошло я от меня не будет толку вернись ты знаешь содружество как никто другой нам нужна твоя помощь я здесь слишком давно я не в себе думаешь меня примут обратно вернись братство почти память твоего отряда тебе самому стоит рассказать их историю нет пути назад нет для меня уже точно нет вернись может передумаешь ты нам нужен паладин нет пути назад нет ну нет так нет на этом все я живу один избегаю других людей всех созданий что тебе нужно могу пустить тебя переночевать если хочешь оставайся или попробуй еду у меня скудные припасы но если очень хочешь есть но ничего нет кроме оружия нет нет а оно мне нужно я не могу тебе его отдать отдашь отдашь еще как отдашь ты мне его отдашь паладин брейнс и отдашь подожди у тебя пикболь а нет показалось блядь слышь пайпер отдавай что у тебя есть то что ты заработала работала на меня боевую броню для туловища да кожаную броню да вот это вот все да и это тоже солнечные очки тоже давай сюда и ушанку вот твоя кепка журналистки красное платье военную форму тоже отдай сюда ядерные блоки 8 штуков сюда на базу собственно прощаемся с пайпер давай давай это были ужасные серии просто и очень многое мешалось ну может быть даже немножко успел к тебе привыкнуть но ты все равно бесполезная тварь и больше мешаешь чем помогаешь ну приятно было познакомиться так сказать может как-нибудь загляну когда харизму прокачаю чтобы тебя так сказать ну вы понимаете что я имею ввиду давай пока сейчас нам нужно расстаться если ты этого хочешь я наверное пойду домой без тебя будет скучно давай давай иди домой я тебя тут не видел силовую броню мы и заберем винт собачатина а мы собственно вообще все здесь заберем не паладин брендис я ничего нет 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 не смотри на меня не подглядывай я стесняюсь не смотри на меня паладин брендис сэр вы отказались подчиниться приказу члена братства стали я вас ликвидирую с одного удара он отказался он сам выбрал свою судьбу я давал ему шанс вернуться в братство это предатель это рожа не захотела этого сделать это будет примером для всех кто придет сюда голову оставим в коробке просто ну это нормально да можем вообще подстроить чтоб это выглядело как несчастный случай так давайте его разденем заберем броню все жетоны заберем стимуляторы форму офицера братство стали тоже заберем ядерные батареи особый комплект выживания вот об этой пушке он и говорит чем меньше у вас здоровья тем больше урон кстати вот в будущем для нас это весьма неплохая пушка пожалуй стоящая вещь металлическая броня и металлическая броня отлично итак как он умер как он умер как вы думаете он в ванной хотел помыться в пистуаре но подскользнулся и ударился головой у раковины и его голова упала в унитаз или в писсуар все-таки нет в писсуар упала тело тогда нужно на эту сторону вот как-то так несчастный случай на производстве просто собственно нам нужно доставить этот груз который мы набрали здесь и поговорить с паладином Дансом рассказать ему что случилось я честно говоря не знаю как мы будем объяснять ему что случилось с паладином Брендисом с этим поехавшим дедом но я думаю мы с вами что-нибудь придумаем однако сделаем мы это все немножко позже а все потому что время серии уже подошло к концу это значит что я вынужден с вами прощаться вы же подписывайтесь на канал комментируйте ставьте лайки и всем до новых встреч дорогие друзья а точнее до следующей серии по Fallout 4 всем пока до новых встреч славы не понимаете и будет Субтитры сделал DimaTorzok